всем приветики я хотел бы вам показать что делать если не получается скопировать файл или что и как-то изменить что-нибудь сделать с ним из-за недостаточных прав доступа что в этом случае делать то есть вот например я хочу скопировать а мне говорит нельзя потому что у вас нет на это разрешение обратитесь к администратору и оказывается в чем дело идем свойства в безопасность вот здесь пишет вас нет разрешения на просмотр или изменения то есть могу не могу не просмотреть не изменить не удалить почему идем дополнительно смотрим что мы что не удалось отобразить текущего владельца и разрешение у нас никаких нет но мы можем перейти вот там где владелец в изменить но надо что вы были администратором в системе и выбираете себя администратора применить все вы только что стали владельцем после того как мы стали владельцем теперь все мы это сохраняем еще раз свойства теперь в безопасности всем нас уже показывает что полный доступ имеет какая-то неизвестная запись хотя раньше мы этого не видели мы можем это изменить добавить дополнительно поиск и находим себя то есть администраторов не в данный момент под учетной записи администратора вот на моей учебной записи у нас только чтение и выполнение то есть можем запустить и посмотреть мы даем себе полный доступ применяем после чего у нас переведя в разрешение теперь у нас появились разрешение полный доступ и уже все остальное показывает вот группа или пользователь и теперь мы этот файл можем скопировать вот так вот можно решить проблема если у вас нет если вы залогинины в системе администратором но какой-то файл вам недоступен для изменения или копирования из-за недостатка разрешений дело в том что этот файл находится на другом жестком диске и тогда я копировал их сюда будучи под другой отчетной записи соответственно у той отчетной записи были все права а сейчас другая система другой жесткий диск из того снова жесткого диска на старом жестком диске у меня уже нет прав но можно выдать но можно стать владельцем также вот и тут копируем не получается можно через безопасность стать владельцем и собственно тогда у нас появится полностью все права но естественно это делается не для файла для целой папки просто я наглядно показал именно на файле так это делается полностью со всей папкой то есть вы сразу в папке применяете и указываете что применить полностью ко всем файлам в под под папку папки и вложенных папках и все автоматически становится вам доступно вот как то так но на этом все всем покидава